Смотрите, чтобы вы уже понимали, начнем с демонтации, до 25-го числа электрики должны сделать переключение, вот те потребители, которые сейчас в той ТП, включая институт, до 25-го числа они будут переключать. То есть этот провод, который идет с дома, его как-то будут все равно убирать, я имею ввиду того торца. Он будет убираться только... А скажите, третья очередь получается от нашего же, да, будет записана тоже? Ну, отсюда или нет? Нет, нет, отдельно. Отдельно у них служит? Там ПДК. Здесь получается ТП только в наших два дома или еще какие-то? Два дома и мы, институт и Кетрабор. Ага. То есть то потом демонтируется, правильно? То будет демонтироваться, начало того демонтажа, это будет начало июня месяца. До 25-го они должны переключиться, потом это оборудование, которое там есть, и в Энерго должно забрать сиденье. Ну, принять и приходить вот, и потом мы валим эту панель. Может тоже мы ее не валить будем, а разбирать. Может они скажут, что отдай нам панели, отдай нам... Отдай кирпичи. Так, все может быть, у них на балансе. Сразу начинают придомовую делать, правильно? Да. Потому что тут же идет вот так по кругу. А что это? Там, когда мы ее демонтируем, повытаскиваем их кабеля, там вдоль дома проходят. Ну, вот этот участок, тогда... И забор, получается, перенесется вот так? Да, и тогда забор развернется и их будет примыскать. А здесь будет, как и по плану, то есть объездная дорога просто идет. Да. Ну, можно я отрисоваться? Инвестору сказал, а у ЛАПа это у нас в семье продавали квартиру как-то вдоль дома. Это будет все с этой стороны, и я там какую-то большиную плану, я что не вижу. Это будет, что эта часть, когда выходит в ту сторону. Короче, мы платим... Третий дом вы имеете? В третий дом. Потому что я что-то не очень поняла. Будем закрывать этот дом? Не будет. Именно плат, когда сверху, вот сейчас... Ну, это если 3 тысячи зашло, или на ремонт. Это рабочий проект, от него. Как-то вообще не понятно. Я думаю, что, наверное, нам не перекроют. Как поступать? Потому что нам же... Ну, вы почутили как следовую. Ну, это я очень много, не спрашиваю. Маем-ка, маем. Да, а скажите, еще там какие-то недоделки? Вы спрашивали? Какие? Записали. Записали. Ну, ну, вряд ли... Это люк, третий, 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 третий. Именно по квартирному. Сейчас мы берем какие-то. Поставят бригаду, будем спрашивать. Вы подсчитываете два акта. Здесь один акт, а потом один филар суды. Вот здесь вот... Как бы это вроде не в моих интересах, но... Мы всем говорим, это правильно. Вот. Пока не устранят ваши... Если они объективные, это недоделки, понимаете? И есть же такие недоделки, что... Ну, человеку просто захотелось. Не, ну, понятно, что... Ну, есть определенные нормы. Я хочу, и все понятно. Ну, понятно, что на это никто не будет обращать внимание. Ну, то, что, если там, допустим, преснул свой пакет, это должны поменять односторонность. Если еще что-то, я даже не знаю, что там может быть. Недоделки какие-то, там пустая квартира. Ну, там пишут люди, что какие-то щель... Если честно, она сама сделает. Щель я не поняла. В туалете... Вот эти вот вент-каналы, между пухлой и туалетом... Там, где, у нас внутри, что... Я не помню на какую пахну. Ну, я сама просто смотрела, про него... И вот так вот видно, в связи с чем, видно нижнюю квартиру. Я не знаю, что это. Там оно, вы поймете, там вот такое. И какая-то идет тут железняка. Я, честно, не знаю, как так оставили ее. Могли хотя бы что-то заляпать. Ну, просто хотя бы для вида. Просто вот видно с ненаскусь, видно квартиру. Ну, это на верхних этажах каких-то высот. Будет так, Олег Витальевич, если тут бригада, будут замечания, они будут доделывать. Ну, я думаю, что они написали бы, что это было давно. Это я еще... Может, уже устранили? Ну, это... Ну, я помню, когда был этот вопрос. Ну, когда спрашивали за ним каналами, а это как-то... Идем-каналами. А вот там еще не было такое. А вот это моя опись, щель. Ну, это не это. Мы как-то делаем. И там, правда, вот щель просто идет в щель. Ну, вот такая какая-то металлическая перегородочка. Ну... То есть она никак не перекрывает. Видно, что... Ну, это не было по поводу паилового. По поводу паилового. Ну, они там не спрашивают по поводу паилового? Постепенно все упирается одно в другое. Пока то не сделать не будет того, а пока то, а вот на ото. Понимаете? Уже началась эта передача рука? Понимаете? Еще нет. Как бы сказали, что только сертификат и все. И сразу будет передано. Нет, оно начнется. Ну, правильно. А вы прецедиваете Репхозу, да? Только... А, вы только наблюдаете. Репхоз институт. Ну, да. Репхоз у нас дальше. Сейчас мы за пару недель скрутим с ЖЭКом, ну, документы. Мы же не можем, пока не было сертификата, мы ниже не делаем. Вот. И... Алексей, смотри, вот тогда задавали вопрос про какие-то щели. Где там эти щели, санузла, где все? Двухкомнатная саму... Нет, это не санузел. Нет, это, получается, санузел и кухня. Там где маэстрали здесь? Где вентканал идти? Это люди спрашивают. Я лично сама видела. Я бы, может быть, молчала. У меня нет такого. У меня вот... Но щель в том, что с верхнего этажа видно нижний. Получается... Я клянусь тебе. Это не моя квартира, мне как бы все равно. Давайте поднимемся, посмотрите. Я не помню. Куда? Куда она бывает? Вот этот стояк, это я точно... Но я не помню, какая квартира. Может быть... Видно не может быть, но... Давайте поднимемся. Давайте поднимемся. Идут вентканалы, идут вот монолитные два этих. Идет вот такая, где тащим. И между ними стоит какая-то металлическая... Как пластина. Но она все равно видно квартиру. Я не видела это на своих глазах. Я думаю, что они записали. Давайте врачи можно посмотреть. Я просто не знаю людей... У меня такого нет. У меня нет. Я специально обратила внимание. Но я думала, что записали. Это было на какой-то встрече. Я просто хотела занять планировку. И попросила с людьми поехать. Они ходили... Ну это на верхний этажах. Это как будто высокий. Девятнадцатый, двадцатый. То есть это не место. Я не... Честно. Я не буду врать. Я не знаю. Я просто пошла... Не, не двухуровненная. Нет. Это пятьдесят четыре. Я просто пошла поменять планировку. Ну хорошо. Как бы попросила... Ну я жалю, что... Ну ладно. Хорошо. Мы подготовка на адрес. Вы говорили уже... Вольная документация. Но мы еще не подали. Я не буду обманывать. Я думаю, что... Наконец этой неделе подадим. Здравствуйте. Уже собрание, да? Хорошо. Так как... Везде были выходные. Вольная документация. Но у нас там... Мы... Когда это? Скажите. Получить. Практически. Забраться. Честно скажу. У нас даже есть фотографии. Да. Между первым и девятым. Ну просто... Пятого. Шесть. Ну пятого может. Я не знаю. Не знаю. Поэтому... На этой неделе мы подали. Сейчас я спешу. Ну вот там... Таких заменок нет. Нет. На адрес. На адрес. На адрес. На адрес. На адрес. На адрес. В общем остальное... Ну просто можете пожалуйста... Разговаривали... А вы вообще в ком? Можно вам обращать? Олег Витальевич меня зовут. А ты? Хорошо. Директор департамента организации строительства. А вы идите в горслой, да? Да. Да. У нас вот такая ситуация. Я уже писала письмо. Вносили в горслой жалобы. Девятая квартира. В курсе? Не в курсе? Приходила на просмотр в субботу буквально. И обнаружила фекалии посреди ванной комнаты. А дверь... Ранее еще более месяца назад писала жалобу. Дверь взломана. Не закрывается. То есть там постоянно обнаруживаю вещи, лежат. Что-то переодевается. Они сейчас туда ходят в туалет. Вы знаете, у меня просто нет слов для возмущения. Немножко остыла за выходной. Ну, я честно сказать, не знаю, какие же меры предпринимать. Более месяца обещают мне не две, чтобы она закрывалась. Там просто не пойми, что творится. Это все-таки моя собственная будущая. Это понятно. А что там? Ну, это надо же вам... Это не убрать из-за ничего за горжиёточка. Правильно. Я не знаю. Ну, я уже просто не знаю, во что я хочу. Я уже и в журнал охраны написала, и в журнал Натальи написала. Там, где просмотр проводят. Я ж послезавтрак перееду. Я говорил, до меня Наталья подходила, сказала, что там есть проблемы. Я сказал, что в середине. Ну, я, в принципе, на завтрак. Сказал, на середине тому, что вдруг там завтрак что-то. Чтобы споймать и потыкать, как козёрка, строителька. Ну, это даже по человеческим нормам не упирается. Ну, это я не знаю, кем надо быть. По человеческим туда не ходят. Ну, что ты его делаешь? Чтобы быка без зарплаты оставить на месяц? Сейчас кулёчком выходил бы. Ну, чисто по человечески. Ну, я же говорю, если бы какой-то лес. Если бы уже там... Ну, это же не то, что там где-то в центре города. Нет, я думаю, есть места специально отведённые для работы. Ну, просто ходишь не захотелось. Даже уже, если понимаешь, уже по каким-то... Точно, чтобы... Да, замечательно. Вот. Ну, так пока всё понятно. Ну, вот такие деньги. А подскажите, на ремонт всё-таки? Я не услышала, что... Ну, как обещали, ну, не официально, скажем так. В конце июня месяца. Да. А что для этого нужно, не подскажите? Надо будет заключить предварительный долг или жак. Скажите, будут запускать... Если, допустим, я оплатила... Независимо, да, сколько там человеку дадили желания. Если я этого хочу, я иди. Правильно? На ремонт? Да. Ну, имеется в виду, если 10% согласится. Да, то есть, я так понимаю, что многие по выставляли, кто-то купил, инвестировал как для продажи, там, и не парят. Понятно, что у них пол какой-то. Абсолютно. Так, я ему плачу сейчас 300 ежемесячно, от 13-го числа. Я на встрече. Ну, я уже стою. Как будто пеплят, понимаешь? Ну, да. Муж работает на... Давай, похоже, перезвонит. Давай. И две классы. Понимаете, потому что... Огромная шансовка здесь. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Ну, эти вот... 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 Ну, они будут, будут. Причем, кто будет? Ну, все. У строителей, понятно. Кому вы на ремонт возьмете? Ну, вы не будете, а эти... Ну, вы же на них еще не заглянете. И ставим счетчики, вот, когда вы зайдете. Вы на них поставите. Вы у вас пишетесь. Потом эти же бойцы их не прогнозируются. Это уже будут ваши проблемы, а не наши. Я вам честно говорю. Эти вот несколько. Не кто их пока пора не переварит? Да, это уже было. Значит, я не знаю. Напоминаю. А там не закроешь, они возле лифта. Я просто не увидела. Ну, электро, да, а вода все возле лифта. А что, нельзя так-то поставить? Выходишь с лифта с правой стороны, идут сначала эти счетчики, там где вода, все, отопление. А у нас мы, получается, дверь закрывать лифта и на этаж. На лифту могу все равно сподняться. По техническим тоже нельзя на лестницу закрывать. И нам это как бы неинтересно, нам тоже бы интересно зашлить. Не, ну мы же как вы говорили, что мы с вами просто как, вы нам дадите, вы расписались, а уже сами поставим, что вы грубо говоря не украшу, правильно? Потому что соседи ваши сходиться будут до Нового года. А в лучшем случае, если еще на Новый год сойдется процентов 70, то это будет идеальный вариант. Остальные еще будут сходиться до весны следующего. Кому надо, это вам нужна, а кому-то не нужна. Пришло, чтобы за пару лет хоть сошлись. Понятно, главное, чтобы вы услышали, вы поймите просто нас, потому что с людьми договариваются на ремонт, а люди же тоже не сидят, не ждут. Ты вроде один срок говоришь, потом второй, потом третий, а потом получается, что у тебя чуть ли не самому штукатурку делает лицо, понимаете? Поэтому мы переживаем, что если мы договорились после 20 июня, то мы рассчитываем на это и уже с людьми договариваемся. А подскажите, если одну субботу были и обратили, сразу не обратили внимание, там в квартире подоконник они сзади. Что еще не остановились? Надо писать сюда. А так они должны стоять уже, да? Напишите. Я просто раз в три дня предъявляю все записи. Это подоконник не писала, где-то давно написала? Ну подоконник напишите, потому что их тоже один вам не привезут, ему надо собрать их 20 хотя бы, ну этих замечаний. Это же логично, да, чтобы заказать эти подоконники, что их привезли, поставили. Один никто сюда не попросил. То есть я же понимаю, в квартирах полностью все готово, то есть если чего-то нет, то можно писать, правильно? То есть уже должно все быть из того, что должно быть, да? Фурнитура на окнах тоже должна быть? Не, фурнитуру выдают уже когда с ключами. Да, 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 это с ключами. Подоконник должен быть у вас, если нет, то значит его поставят. А еще можно вопрос? Там на кухне была канализация, вот мы заходили с рабочим, вот еще... У меня есть это открыто, было на четвертом. Говорит, надо же, он еще на уровне пола делается, а там высоковато. Это тоже, толкнули, кроек на сиене, трое, 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 трое. Это надо смотреть? А там можно, когда вам будем переходить? Вы здесь постоянно. А в вашей контакте можно? Я не знаю, я не знаю. Просто, когда вам удобнее, вот я подошла на такую квартиру. Нет, 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 нет. Поглянули, вроде как все нормально. Что-то коммерциально доходить. Не надо, конечно. Если там он гадит. Да я живу, я вообще чувствую, что у Киршпада. А говорили, что там есть проблемы с ТУ на воду, подключение коллектора? Или это работа? Проблемы есть всегда, пока не выполнешь тех условий. Мы их сейчас заканчиваем и выполняем. Я так сказала, да. Вот это тоже, когда оно не относится к этим домам. Вот эта вот трасса, в которой мы сейчас ездим. Вот это технические условия. Надо закончить. Там камеры надо закончить, черт знает где. Это технические условия. То есть на подлесной. Да. Вот мы их выполняем сейчас. Заканчиваем. А что там? Это тоже все связано? Ну как? Ну когда технические условия выдают. Вот Киевводоканал взял, написал, что вот ему надо реконструировать камеру. Или это по теплотрассе камера. Теплотрассе? Да, по теплотрассе. Ну все, надо сделать реконструкцию. Ну куда мы денемся? Ну как все в жизни у нас? Ну что все в жизни у нас? Ну что все в жизни? Да. Всегда чужими руками. Они монополисты. Они считают, что эти два дома создают критическую ситуацию. Что здесь чего-то в той камере не хватает. Может они правы. Ну вот мы и выполняем. Точно так же, как и этот раз. Они считают, что без нее надо. Ну да. Вот так. А по времени это... По времени это кто-то вы знаете по плану? По времени? Мы планируем. Мы июем месяце... Ну это с документами сейчас. Получить акт на технические приедания. Ну это чисто Киево НР, да? Нет. Это Киево НР. Это канал? Это канал. То есть они получаются отлить от нас тут, когда запишутся на ремонт по временному договору. Без вот этого всего. Да. А ты уже будешь подняться костюм номер. Почему мы говорим по касам правительного, скажем так просто? Оно не у нас. Как столько мы это сделали. Поверьте, мы сами будем всех и себя подпихивать. С ним это все. Вы закреплены договора с ними. И мы раздвижаемся. Ну что-то делаем. Позадут другая. Как с ЖЭКом мириться. Как делить эти затраты. Особенно должно быть готово. По этому измотру мы выслали договор. Ну что, со своего кармана платить будет тот ЖЭК? Да нет, нет. Ну это уже такое взаимоотношение. Кто платит, кто не платит. Там и везде. Что, там где вы живете, там все платят за коммунал? У нас вообще, честно. У меня одни платят. Потом все снимаем. Потом все рассказывают, что все платят. Спасибо большое. Я подпишу. До свидания. Звоните. До свидания. До свидания.